Еще раз здравствуйте, уважаемые, любимые, дорогие коллеги. В первую очередь, хотела вам всем сказать большое спасибо за то, что вы решили посетить это мероприятие. Спасибо вам большое. Я вам очень благодарна за интерес к моему опыту, к моей работе. Я с удовольствием поделюсь с вами всем тем, что я знаю. И на самом деле я хотела, чтобы вы зарегистрировались на это мероприятие не только для того, чтобы я знала, сколько будет человек, но и для того, чтобы у меня была возможность готовиться именно под ваши потребности, под ваши запросы и под ваши интересы. Потому что, может быть, вы не догадываетесь об этом, но я знаю всех вас. Я знаю, как вас зовут, чем вы интересуетесь, что для вас актуально, чего вы хотите получить. И, по сути, эти лекции я полностью написала под вас. И каждое предложение – это, по сути, среднее арифметическое из 30 обращений, предложений, как я общалась бы на профессиональную тематику с каждым из вас. Ну, я еще раз, наверное, поясню, на всякий случай, что это за мероприятие, зачем я его делаю, почему оно именно такое. Зачем я его делаю? Ну, просто так получилось за последний год, что по разным обстоятельствам, что у меня из студентов МИК 11 клиентов. И только трое из них не хотят работать с психоаналитиками. То есть 8 хотят работать с психоаналитиками, а кто-то уже даже работал. И многие из них уже закончили со мной работать успешно. И у них, естественно, возникает вопрос. То есть они решили свою проблему за полгода, пошли счастливые такие дальше жить и пробовать работать. Но они понимают, что я работаю с ними не так, как рассказывают в институте. То есть у меня никто не лежит на кушетке. На психоанализ ходить, ну, немножко больно и тяжело, но еще и интересно и приятно. Я разговариваю с ними, смотрю им в лицо, и что-то такое происходит, что они хотели бы повторить. И поскольку у них есть такая потребность, такой осознанный, осмысленный запрос, который они мне подают, научите меня работать с психоаналитиком. Я считаю своим долгом, и я отношусь к этому достаточно серьезно, помочь им стать грамотными, квалифицированными специалистами. Но я знаю, что мои клиенты – это точно такие же обычные студенты, как и вы все. И у вас у всех есть определенная неясность по базовым вопросам. Что из себя представляет психоанализ? Как он работает? За счет чего он действует? Как он помогает? Какая у него цель вообще? К чему мы должны прийти с клиентом в процессе работы? Что должен говорить психоаналитик? Когда и как? И в каком размере? Никто из вас ничего этого не знает. А многие даже не могут как-то цельно, внятно и ясно, допустим, пересказать, кто такие пограничники, невротики, чего они хотят от психоанализа, и какой там фазовый специфический подход для работы с ними, допустим, должен быть. Ну, на самом деле ситуация достаточно, с одной стороны, комичная, но с другой стороны, она трагичная. Как это так, за три года обучения есть только три такие малюсенькие лекции по технике психоанализа посередине процесса. Как-то так затесались немножечко посреди прикладного философского психоанализа, психоанализа лакана, лингвистики психоаналитической, всевозможных таких витьеватых, смутных, неясных и очень-очень сложных таких концепций. И ответ, единственный ясный ответ на все вопросы, что, уважаемые коллеги, к вам все придется в последействии, не переживайте. И, в общем-то, подходя к практике, я думаю, что вы все хотите работать с психоаналитиками, у вас у многих есть и оправданный совершенно страх, и какое-то замешательство, и полное непонимание того, что делать, как и зачем. И это надо исправлять. Будем заниматься этим вместе. Давайте попробуем сейчас быстренько пробежаться и вспомнить, какие у вас есть знания по технике психоанализа. Что вы знаете о технике психоанализа, как надо работать? Чему вас научили в институте? Свободные ассоциации, слушать без сознания, работать со сновидениями. Классический психоанализа. Ну, да. Это принципы. Это принципы, но это не технические процедуры. Интерпретация. Интерпретация. Что это такое? Интерпретация переноса. Что такое интерпретация переноса? Это когда в актуальных отношениях с аналитиком строятся те же отношения, которые были в детстве с родителями. Переноса считается самым ключевым техническим инструментом. Дальше. Что еще вы знаете? Прояснение. Прояснение. Что это такое? То есть прояснение, это когда мы задаем ему уточняющие вопросы для того, чтобы получше очертить себе картину и выяснить, собственно говоря, какие-то обстоятельства тех или иных событий, которые для него есть. Что являются актуальными? Инсайт. Инсайт. Это результат его понимания. Ну, еще конфронтация есть. Да, правильно. То есть есть четыре базовых технических процедуры в классическом психоанализе. Это конфронтация, прояснение, интерпретация, и в частности интерпретация переноса, и детальная проработка или тщательная проработка. Да, конфронтация. Это когда мы видим какое-то поведение человека, которое является для нас странным или непривычным, да, и мы ему об этом говорим, то есть мы ему это показываем, мы его с этим конфронтируем. После этого мы задаем ему серию уточняющих вопросов для того, чтобы узнать, ну, собственно говоря, почему он так себя ведет или чувствует. Например, клиент боится, извиняется, что он опоздал на пять минут на сеанс, да, и мы ему говорим, ну, а что вы извиняете, это, собственно говоря, в общем-то, ваше время, да, и тут мы начинаем у него выяснять, что он страшный или стыдный, или у него чувство вины, и потом потихонечку, потихонечку, потихонечку начинаем все это раскручивать, выяснять, почему, и, допустим, выясняется, что это из-за того, что его родители всегда там ругали за непунктуальность. И это мы ему даем интерпретацию переноса. Дальше идет детальная проработка, то есть это поиск аналогичных событий или ситуаций, где он еще таким же сходным аналогичным образом реагирует или чувствует себя для того, чтобы его избавить от этих мешающих, мешающих ему элементов в жизни. Ну, хорошо, вы знаете достаточно много, хочу я вам сказать. И как мы лечим невротиков? Это свободные ассоциации, анализ сопротивления и анализ переноса. Правильно? Правильно. А как работаем с пограничниками? Ух, Алена, какая деловая. Да, все правильно. Алена знает, как работать с пограничниками. Ну, просто, когда я начинала работать, я вот это вот все тоже примерно как-то знала, да, я это услышала, я пошла работать. И у меня была цель определенная. Эта цель была сделать так, чтобы моя работа помогала решать людям какие-то их психологические проблемы, и чтобы они от меня уходили с улучшением. То есть не чтобы точно так же все оставалось, и не чтобы им хуже становилось, а чтобы им лучше становилось. И я попробовала применить все эти знания, которые у меня были, на практике. И оказалось, что они неприменимы. То есть клиенты вообще ведут себя не так, как в книжках у Фрейда. Они не хотят ходить пять раз в неделю. Они все время задают такие вопросы, типа, когда мне поможет, а что вы вообще делаете, а зачем вы вот это сейчас сказали. Ну, на кушетку они вообще реагируют, типа, ну, знаете, так, будто я какая-то бабка, которая сейчас будет яйцом выкатывается. Ну, что-то подозрительное, типа, ну, кушетка в закрытой комнате. Ну, как-то не очень. Вот. Дальше. Оказалось, что интерпретация – это очень хорошее средство, но ее можно дать где-то раз в пять-десять сеансов. А все остальное время тоже надо что-то говорить. Но что – непонятно. То есть из-за того, что не знаешь, что говорить, а клиент поставляет материал, то есть постоянно он о чем-то говорит, как бы, ну, я поначалу просто, ну, начинала говорить много-много интерпретаций, из-за этого они получались глупые. Вот. Ну, это все как-то очень неестественно, понимаете, это неправильно. Ну, и кроме того, это было совершенно неэффективно. Кроме того, на интерпретацию, классическую интерпретацию, которая предполагает то, что мы интерпретируем проблемы человека, да, как результат его бессознательных, вытесненных, эдипальных конфликтов, то есть сексуальных и агрессивных, на эти интерпретации клиенты реагируют тоже немножко, как бы, ну, они могут сказать, ну, ладно, наверное, наверное. Ну, они же думают, что они к специалисту пришли. Если он им что-то говорит, значит, он, наверное, знает. Вот. Но на самом деле эдипальные интерпретации тоже в настоящее время неактуальны. Вот. И кроме того, оказалось, что где-то процентов 50 клиентов – это вообще не невротики, а пограничники, и с ними нужна вообще совершенно другая техника. Вот. И я начала думать просто, как выйти из этой ситуации. Ещё, кстати, ну, я хотела вам объяснить, да, почему вас не могут нормально научить техники в институте. Как вы думаете, почему? Ну, потому что они сами не учат. Ну, потому что они сами не знают. А ещё потому что не хотят. Ну, во-первых, я думаю, что ни у кого из преподавателей на самом деле нет такой цели – прям вот взять и сделать из вас хороших психоаналитиков. Потому что всё-таки этот институт, он в первую очередь задумывался как площадка для поиска клиентов. И вас воспринимают там как клиентов, а не как будущих профессионалов, которые являются вашей ровней. Ну, их ровней. Вот. И поэтому весь материал в институте построен более-менее так, чтобы каждый из преподавателей осуществил какую-то там самопрезентацию и рассказал что-то, чтобы вы могли понять что-то про себя и захотеть туда к нему пойти. И более того, если у какого-то студента по несчастливой случайности возникает серьёзное намерение стать психоаналитиком, то они предлагают проанализировать причину этого, после чего предполагается, что вы перехотите. Ну, а вы сами тогда чего не проанализировали свою причину, да? Ну, конечно, анализировать причину того, почему вы хотите быть психоаналитиками – это очень важно. Но после понимания её просто ваше качество работы улучшится, а вы не перехотите работать с психоаналитиками. Психоаналитик – это очень хорошая профессия, она хорошо оплачивается, она очень, как это сказать, об... Нет, она очень плодотворная, она много счастья приносит, много удовлетворения приносит. Если у вас есть какие-то природные склонности, и вы чувствуете, что вы можете стать хорошим психоаналитиком, то вы на самом деле можете стать. И у меня, на самом деле, в отношении вас есть очень хорошие оптимистические перспективы, потому что качество психоанализа с каждым поколением психоаналитиков всё больше и больше возрастает. Психоанализ возник там лет 10 назад в нашей стране, когда просто какие-то энтузиасты прочитали пару книжек Фрейда, и решили... Сами они психоанализ не проходили, и решили работать. То есть они проанализировали там второе поколение психоаналитиков, которые уже прошли психоанализ, лучше узнали себя, решили часть каких-то своих проблем. Они помогли третьему поколению психоаналитиков, к которому отношусь я. Я уже умею хорошо работать, я это могу честно и ответственно заявить. Я работаю быстро, эффективно и с хорошими результатами. Ну, соответственно, вы, когда я вам помогу, будете работать ещё лучше. И это очень большое счастье. Вот так. А когда я училась работать, и я пыталась найти всё-таки какую-то эффективную технику, я не понимала, где мне её взять. Я читала очень много книжек, всех подряд. И в итоге, потом я нашла вот эту книжечку, свою самую любимую на свете. Она называется «Психика и её лечение». И каждый раз, когда я проводила свой неудачный сеанс, полный страха и позора, сначала я часа два ходила по квартире и думала, «А, боже, так больше не может продолжаться, ужас, какой кошмар, я работаю, но я не знаю, что я делаю». Ну, особенно после психиатрии, знаете, где там всё чётко, каждый день клинические разборы, и нас там дрючат за каждую классификацию. Ну, такой уровень профессионализма был абсолютно неприемлем. Я просто открывала эту книжку на содержании, находила нужную для себя главу, и читала её, читала, читала, до тех пор, пока не находила ответ на свой вопрос. Потом шла и применяла на практике. Потом опять делала так ещё и ещё и ещё раз. И в конце концов я научилась работать благодаря ей. Вот. Вейко Техке. Не путайте его с кохотом, и не путайте его с хекеле. Это разные люди. Или кехеле. Вейко Техке. Техека. Это финский психоаналитик, который на самом деле не придумал ничего нового, но он очень удачно всё интегрировал. Опыт предыдущих психоаналитиков. И в итоге он создал очень ясную, чёткую, эффективную и работающую концепцию. Я вам сейчас вкратце, наверное, про неё расскажу, чтобы вам стало более понятно, в чём она заключается. Он представил три основные формы психопатологии. Психозы, пограничную патологию и неврозы. Как задержки психического развития на определённых стадиях. То есть психозы – это задержка психического развития на стадии младенческой, то есть симбиотической. Пограничная патология – это задержка психического развития на стадии сепарации, индивидуации, то есть от одного до трёх годиков. Вы всё это знаете, я думаю. И неврозы – это задержка психического развития на какой стадии? Не только. Не только. Подростковая, запомните. Очень многие игнорируют этот важный момент, но он совершенно принципиальный. Невротики – это не от 3 до 6 лет, это подростки, у которых параллельно присутствуют незавершенные процессы идентификации на эдипальной стадии. Цель психоаналитического лечения, как видят ее ТЭХКИ, это задержанное развитие, возобновлять и продолжать до тех пор, пока психика не станет зрелой, здоровой и взрослой. Во время решения такой цели психоаналитик пользуется определенными инструментами. Какие это инструменты? В первую очередь, это психика самого психоаналитика. Правильно? Психоаналитик вступает во взаимоотношения с клиентом. И там, в этих взаимоотношениях, проявляются все как нереализованные потребности клиента, так и его ожидания в отношениях. И такая ситуация проявляется, на самом деле, в каждых отношениях этого человека. Но просто психоаналитик от всех обычных людей отличается тем, что он очень хорошо умеет осознавать те эмоции, которые у него возникают во время таких взаимодействий. Он их умеет очень хорошо отличать друг от друга. Он умеет в них разбираться. Именно таким образом, чтобы превратить их в правильные и подходящие именно этому клиенту индивидуальные интервенции, то есть процедуры. Основных таких процедур несколько. Это эмпатическое описание, это та же самая интерпретация переноса, которая была открыта Фрейдом, но это и удовлетворение эволюционных потребностей нереализованных. То есть на самом деле психоаналитик действует не только в одном направлении. Это поиск причины неудачи клиента, показать ему эту неудачу и проанализировать причину этой задержки. Но психоаналитик, и это очень важно, он выступает в качестве нового объекта для клиента. Он строит с ним новые, совершенно альтернативные отношения, которых у клиента никогда не было. И таким образом он дает ему и новый опыт, и новый ресурс. И он служит образцом для построения новых идентификаций и новых структур, которых в психике клиента не хватает для того, чтобы он стал психически нормальным. И именно это является тем, что в МИКПИ не проходит. Поняли? Ну, то есть это вторая половинка, очень важное лечение. Она игнорируется, она не учитывается. Но без нее, сколько бы мы ни показывали эту причину неудачи, сам по себе, там, невротик или пограничник, он себя за волосы из болота не вытащит, он так и останется пограничником и невротиком. Только таким, который знает причину, почему он такой. Давайте еще раз повторим или проясним, все-таки, в чем заключается цель психоаналитического лечения. Все понимают, что такое цель психоаналитического взросления? Эволюция. Работа с психикой, для того, чтобы психика данного человека стала взрослой, здоровой. Да. Спасибо. Ну, смотрите, давайте так. Зачем в мире существует психоанализ? И что это вообще такое? Это вид терапии. Да. Это форма психотерапии. Для чего существует психотерапия? Для того, чтобы решать психические проблемы. Да. То есть она существует для того, чтобы улучшать качество жизни клиентов. Из-за чего люди идут на психоанализ или на психотерапию? И на сухой. Замечательно. А? Чувство дискомфорта. Да, и чувство дискомфорта. То есть на самом деле причины две. Первое – это неудовлетворенность с собой, а второе – это неудовлетворенность близкими отношениями. Неудовлетворенность с собой. Что это такое? Это неуверенность в себе, какие-то сомнения, невозможность понять, чего я хочу, чувство, что чего-то не хватает. Заниженная самооценка. Недовольство собой. То есть я чувствую себя жирной, недостаточно красивой, уродливой. Я чувствую себя глупым, немужественным. Третье – это страхи, депрессия, тревога, невозможность справиться с какими-то тяжелыми ситуациями, когда что-то не получается. Не получается работать, например. Или не получается добиться каких-то личных целей, которые ты перед собой ставишь. Вот это все относится к неудовлетворенности с собой. Неудовлетворенность жизнью или близкими отношениями. Это когда человек приходит и говорит, я не могу построить отношения с парнем, или я не могу построить отношения с девушкой. Или, например, у человека есть уже какие-то отношения, но они несчастливые для него. У них происходят постоянные какие-то конфликты или недопонимания. Также это могут быть конфликты и плохие, неудовлетворяющие отношения на работе. С друзьями и так далее. Это может быть страх перед жизнью или какими-то другими людьми. В общем, это всевозможные ожидания в отношении людей, которые портят отношения. Вот. И тут очень важно, наверное, сказать, что удовлетворенность собой, удовлетворенность жизнью и социальная адаптация – это три критерия психического здоровья. То есть пограничники и невротики – это не психически здоровые люди. Они могут быть психически больными и могут быть не психически больными, но психического здоровья у них тоже нет. Какие болезни могут быть у пограничников? Это алкоголизм, наркомания, расстройство личности и всевозможные виды какого-то антисоциального поведения. У невротиков какие могут быть психические заболевания? Это неврозы. То есть это страхи, панические атаки, депрессия, конверсии, какие-то психосоматические симптомы. Но этого ничего может и не быть. Просто симптомы – это как проявление определенной психической структуры в окружающей среде. И есть такие методы, формы психотерапии, краткосрочные, которые направлены на устранение вот этих вот симптомчиков. Или, например, в медицине, как с этим обращаются, тоже просто берут и устраняют эти симптомчики. У тебя тревога – на тебе гидазепамчик. У тебя депрессия – на тебе феваринчик. Но в долгосрочной перспективе все это улучшению адаптации не способствует. Ну, а вы, конечно же, знаете, наверняка, что психика, она возникает именно как орган, который способствует нашей максимальной социальной адаптации. Но невротики и пограничники не могут адаптироваться в достаточной степени. Определение психического здоровья по ВОЗ, то есть Всемирной организации здравоохранения. Что такое психическое здоровье? Это состояние полного физического и духовного благополучия, при котором человек может свободно реализовывать свой собственный потенциал, может справляться с повседневными стрессами, а также может плодотворно работать, принося благо в жизнь своего сообщества. Невротики и пограничники – это не психически здоровые люди. Невротики не могут свободно реализовывать свой природный потенциал, а пограничники не могут справляться с повседневными стрессами. И получается, что у них не хватает каких-то структур для того, чтобы это было. Сейчас мы все это подробно будем с вами разбирать. На сегодняшней лекции я ставлю перед собой такую цель. Очень вообще просто объяснить, кто такие пограничники и кто такие невротики, чтобы вы могли их друг от друга отличать и понимать, что они из себя представляют и что с каждым из них надо на психоанализе, психоаналитику делать. Потому что пограничники будут приходить к вам не реже, чем невротики. У нас в стране очень много пограничников. Для этого, я думаю, вы должны очень хорошо понимать, кто это такие и как надо с ними работать. То есть есть три техники психоанализа. Первая – для психотиков, вторая – для пограничников, третья – для невротиков. Это вообще абсолютно три разные, ни в чем не пересекающиеся техники. Почему я сегодня не говорю про психотиков? Я их не касаюсь. Психотики, во-первых, они редко сами приходят, но они тоже иногда приходят. Но если они приходят, я думаю, что вы поначалу будете отказываться с ними работать. Поэтому я вам сейчас пока про них не рассказываю. Я думаю, что надо сначала научиться хорошо работать с пограничниками и с невротиками, а потом уже, если захотите, отдельно сможете обучиться. Вот. Нарисую свою знаменитую стрелочку. Вы знаете, что я все время рисую одну и ту же стрелочку на всех лекциях, потому что я стрелецкая, как говорит мой муж. На самом деле нет. Стрелочка – это психическое развитие, это развитие психики. Раньше моя стрелочка, кстати, она вот такая была. Вот тут были психотики, вот тут пограничники, и вот тут были невротики. И еще вот тут вот были нарциссы. Вот такая раньше была стрелочка. Вот тут был ноль, один годик, три годика и шесть лет. Сейчас я выросла, и моя стрелочка существенно удлинилась. Теперь я предлагаю рассматривать все вплоть до психической взрослости, психической зрелости. Таким образом получается... Смотрите, у нас есть несколько этапов психического развития. У каждого этапа есть своя цель и свои задачи. Первый этап – это младенческий период. Если происходит на нем задержка, то это кто будет? Психотики. Это условно говоря, от годика, на самом деле от восьми месяцев, до трех лет. Это какая стадия? Да. И если происходит на ней задержка? Пограничники. Вот сегодня будем говорить про пограничников. Если от трех до шести лет, эта стадия называется ЭДИП и задержка на ней невротики. Дальше у нас идет латентный период, потом идет подростковый период. На ней задержка тоже – это невротики. И дальше начинается такая стадия, которая называется взрослость. И вот именно взрослая, зрелая психика – это и есть психическое здоровье. То есть это состояние удовлетворенности с собой, близкими отношениями и социальная адаптация. Вот это состояние – это то, к чему мы должны стремиться и к чему мы должны привести клиента. Невротика и пограничника. Невротики и пограничники, я уже неоднократно повторяла, что у них произошла задержка в силу каких-то причин. Конечно, у них не вся психика задержалась на этой стадии, вы понимаете. То есть у них происходит развитие мышления, интеллекта, пополняется словарный запас, развивается логика, способность находить причинно-следственные связи, развиваются какие-то моторные навыки, некоторые пограничники там умеют в миллион раз лучше нас зарабатывать деньги и крутить бизнес. Ну, в общем, в чем-то они, может быть, достигли психической взрослости. Каждый и невротик и пограничник в чем-то они достигли психической зрелости. Но в каких-то отдельных аспектах, получается, они задержались. А в чем именно? В первую очередь, в своем эмоциональном развитии. Эмоциональное развитие. И есть определенные критерии, по которым мы будем эту задержку характеризовать. Первое – это восприятие самого себя. Что это значит? Это совокупность представлений о себе. То есть это то, как сам человек себя воспринимает. Это что он про себя думает, что он про себя чувствует, как он себя ощущает, кем он себя считает. То есть это все то, как он себя воспринимает в этом мире. Это все называется представление о себе или восприятие себя. Я напишу представление о себе. Второе – это представление об объекте. То есть это то, как мы будем относиться к другому человеку. Как мы его будем воспринимать, кем мы его будем считать и что нам от него будет нужно. Это представление об объекте. Ну, то есть о близких отношениях. И здесь есть два таких направления. Первое – это наши ожидания в отношениях. И второе – это нереализованные потребности. которые нужно удовлетворить. Ожидания у человека в отношениях формируются его прошлым опытом. То есть тем, как родители к нему относились и как они с ним обращались. А вот нереализованные потребности – это то, что они должны были сделать, родители, но не сделали. И пока эти потребности не будут удовлетворены, человек не сможет продвинуться дальше этой стадии. Третье – это причины задержки. То есть нам надо понять, из-за чего он там задержался на этой стадии. Почему? Что пошло не так? Причина неудачи. Причина задержки. И четвертое – это каких же структур у пограничников и у невротиков не хватает по сравнению с зрелой взрослой психикой. Так и напишем, каких структур не хватает. И вот по этим всем критериям мы сейчас будем характеризовать пограничников и невротиков. Это сегодняшняя наша цель. Сначала давайте разберем пограничников. Пограничников. Еще раз. Пограничная патология возникает в результате задержки на стадии сепарации индивидуации. Какая цель и задача есть у родителей на этой стадии? Что они должны дать ребенку в процессе воспитания на этой стадии? Как? Поддержать отделение, свободу деятельности. А как? Ну, не знаю, мать не должна постоянно ненесать, постоянно быть ребенком. То есть, постоянно перестраховываться, что он там уходит или что-то неправильно сделает. То есть, знаете, не правильно вообще. Угу. А если у нас должна быть его поведение, должна быть какая-то адекватная? Если у нас сделала что-то, ну, плохо сказать, что это... Угу. Если хорошо, то хорошо. От зеркаливание, да. Давать обратную связь, то есть подкреплять какое-то определенное поведение, желаемое. А нежелаемое поведение, там, гасить или, например, негативно подкреплять, то есть наказывать. Узнавать потребности, обозначать их соответствующими словесными представлениями и впоследствии уже подкреплять или не подкреплять определенные. Угу. А какие потребности? Назвучить. 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 Потребность сепарации. Вы все правы. Вы все правы. Но это звучит немножко... Расплывчато. Немножко расплывчато, да. Но, в принципе, вы все правы. Я просто покороче скажу, что здесь цель у родителей, ну, для того, чтобы способствовать этой самой сепарации, да, и без чего эта сепарация не произойдет. Это дать ребенку базовые психические навыки. Базовые психические навыки. Или Техке говорит, что дать ему базовые функции психики. Базовые функции психики. И многие психоаналитики говорят, что именно из-за того, что у пограничников этих базовых функций нет, они других людей эксплуатируют, нарушают их границы, у них какая-то неограниченная жажда эксплуатации, они хотят, чтобы их потребности удовлетворяли, и из-за этого они чрезмерно сливаются и что-то такое прочее. Но это все, опять, ну, какие-то немножко общие такие слова, их можно просто по-разному трактовать. Вот. И поэтому очень важно понять, что же это за базовые психические навыки, которых у пограничников не хватает. Вот вы можете сказать, каких навыков у пограничников не хватает? Самостоятельно переработать какого-то наслаждения стресса. Да. Тренирующая площадка очень маленькая. Они постоянно как-то могут использовать других людей, чтобы они перерабатывали их собственные эмоции. Да. Увидимся, если нет верности. Угу. 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 Ну, опять же, да, они должны переработать, да. Угу. Угу. Да. То, что вы говорите, это называется навык эмоциональной саморегуляции. Это первый базовый навык, которого у них не хватает. И многие, на самом деле, видят именно в нем самую главную причину всех проблем пограничников. Эмоциональная саморегуляция. Весь спектр этих навыков очень хорошо описан вот в этой книжке, которая называется «Руководство по тренингу навыков». Это второй мой любимый автор, теориями которого я пользуюсь в своей работе. Я открыла ее для себя примерно год назад. Марша Лайнен. Это диалектика «Поведенческий психотерапевт». Ну, просто в какой-то момент я заботилась тем, чтобы то, что я делаю, было еще и с точки зрения доказательной медицины доказано. Вот. То есть когнитивно-поведенческая психотерапия – это единственный метод психотерапии, эффективность которого 100% доказана. Я решила просто подстраховаться и узнать, то ли я вообще что-то делаю. Вот. Оказалось, что да, то. И Марша Лайнен, она почему молодец? Она сама когда-то была пограничкой, потом она каким-то чудом смогла индивидуироваться, ну, за счет общения с разными людьми. Ну, наша психика, она просто всегда стремится к развитию. Вот ее психика стремилась к развитию, и она его достигла. Потом она стала психотерапевтом. И она, как никто другой, совершенно замечательно, очень четко, ясно и просто смогла описать именно все эти навыки, которых пограничникам не хватает. И в этом руководстве она описывает, как научить пограничников обладать этими навыками. И первый навык – это эмоциональная саморегуляция. Что подразумевает собой этот навык? То есть каждый человек должен уметь, первое, понимать свои эмоции, второе, уметь их описывать, и третье, уметь их выражать. Это и есть способность справляться со своими эмоциями. Что это значит? Понимание эмоций или наблюдение эмоций – это способность, во-первых, понять, какое событие вызвала в нас какую-то эмоцию, второе, как мы ее ощущаем, третье, как мы себя ведем под ее влиянием, и четвертое, каким дальнейшим последствиям или событиям приводит это наше поведение, продиктованное той или иной эмоцией. То есть это способность наблюдать со стороны свои собственные эмоциональные переживания. Второй подпункт – это описание эмоций, то есть это способность самого человека называть свои собственные эмоции словами. У нас есть восемь базовых эмоций от рождения, от природы. Гнев, страх, грусть, отвращение, стыд, интерес, любовь, удивление. Да, это восемь базовых эмоций. Ну, они, конечно, не совсем от рождения присутствуют, они постепенно дифференцируются просто по мере нашего развития. Эти эмоции природные, они несут две очень важные функции. Первая – это сигнальная, чтобы мы понимали свои потребности и под влиянием понимания могли как-то свое поведение в ту или иную сторону урегулировать. Чтобы мы могли понимать, чего мы хотим, и действовать соответственно с этим. Например, если мы злимся, надо наорать на человека или уйти от него. Если нам грустно, сделать так, чтобы нам было весело. Если мы боимся, убежать или замереть. И второе – это коммуникативное. На самом деле эмоции изначально не несли коммуникативную функцию, но люди приучились ее использовать с этой целью. То есть мы понимаем, что чувствует другой человек, и таким образом мы можем лучше с ним взаимодействовать. Так, чтобы наши отношения строились лучше. Так вот, пограничники ничего этого не умеют. Они не понимают, что они чувствуют. Они не понимают, что они испытывают. Из-за чего? Из-за того, что в детстве их подвергали так называемой инвалидизации. То есть уже природную способность ребенка испытывать и выражать эмоции спонтанно родители ему блокировали и запрещали. Либо они его очень жестко за это наказывали, запрещая ему испытывать эти эмоции. Либо они просто полностью игнорировали ребенка. Из-за этого он не научился их не понимать, не терпеть, не описывать, не выражать. Вот у меня, например, один такой случай был с клиенткой. Она жила со своей мамой, которая была очень такая тяжелая алкоголичка. Она все время была пьяная, все время. И этот ребенок, представьте, да, как себя чувствует трехлетний, допустим, ребеночек маленький. Она все время ходила в описанных, обкаканных колготках, ела сырые яйца, и постоянно дома были тараканы. Ну, она психотичка изначально. Мы с ней долго-долго работали, и когда мы с ней дошли вот до этой стадии, мы с ней решали именно эти проблемы обучения ее этим навыкам. И вот у нее все эти эмоции были, но она их вообще, ее просто никто не научил их ни понимать, ни описывать, ни выражать. Знаете, как она общалась? Никак. Она вообще не общалась. То есть она была как аутистка. У нее шизоидное расстройство личности. То есть она могла сидеть вот так вот, сесть и молчать. И из-за того, что она не умела свои эмоции ни понимать, ни описывать, ни выражать, они все для нее были очень большие. И она вообще никак не могла настроить какую-то коммуникацию. И приходилось ее всему этому заново учить. Потому что, когда она была там со своей мамой, ей было очень страшно, грустно, одиноко, жалко маму, и она ее любила. И печально, и все вот это для нее было просто какой-то ад из кипятка на голову. Это тот случай, когда на эмоции ребенка вообще никак не реагировали. А бывают такие случаи, когда детям запрещают выражать, ну, чаще всего, недовольство, то есть гнев, либо печаль запрещают, либо у некоторых людей, наоборот, проблемы с тем, чтобы выражать, да, любовь и какую-то привязанность. И третье – это выражать эмоции. То есть пограничники не умеют выражать эмоции. Есть определенные способы выражения эмоций. Их три. Первое – это невербальное выражение эмоций. То есть это когда мы просто своей мимикой, интонацией транслируем то или иное наше отношение. Это пограничникам запрещают. Второе – вербальное выражение эмоций. Это когда мы просто сначала поняли, что мы испытываем, для себя это описали, а потом выразили. Например, как правильно выражать недовольство. Мне не нравится то, что ты постоянно опаздываешь. Я тебя прошу, больше так, пожалуйста, не делай. Например. Или, допустим, меня очень сильно обижает то, что ты меня постоянно обзываешь и критикуешь. Ты меня можешь хотя бы иногда хвалить и не критиковать. Я же не на помойке себя нашел. Ну, к примеру, да. Но пограничники не умеют это делать. Они не умеют выражать ни одну свою эмоцию словами. Их не научили это делать. Поэтому у них преобладает именно третий вариант выражения эмоций. Это в виде каких-то поступков. То есть чувствуем гнев, бьем в морду. Грустно, начинаем вены резать. Например. Или стыдно, разрываем отношения. Второй базы... Ну, я просто не очень прям так сильно на них останавливаюсь. Я думаю, что вам такой уровень достаточно пока понимания. Второй навык, которым они не обладают, это навык межличностной коммуникации. Межличностная коммуникация – это наша способность эффективно взаимодействовать с людьми. Она включает в себя, во-первых, три приоритета. Во время коммуникации мы можем ориентироваться на одну из трех целей. Первое. У нас может быть цель что-то получить в результате такого взаимодействия. Это называется эффективность целей. Второе. У нас может быть приоритет – это сохранить и поддержать хорошие отношения с человеком. И третье. У нас может быть приоритет – сохранить самоуважение. И в зависимости от того, какой у нас приоритет, мы будем действовать тем или иным образом. Ну, например, если вас подвергают оскорблению, например, вам говорят «ты тупая корова», то ваша цель будет сохранить самоуважение. И тогда вы будете действовать уже не для того, чтобы сохранить хорошие отношения с этим человеком, а именно для того, чтобы сохранить самоуважение. Вот. Также, ну, для вас это совершенно элементарная вещь, но пограничники этого не понимают. Любые отношения, ими надо заниматься, их надо строить. И в любых отношениях должен быть баланс между «хочу» и между «должен». Вот, например, у людей, которые подвергают своих партнеров домашнему насилию, например, у тех, которые их бьют или подвергают сексуальному насилию, у них перекос в сторону «хочу» или у алкоголиков каких-нибудь. А, например, у со-зависимых, наоборот, перекос в сторону «должен». То есть они в первую очередь делают именно то, что нужно, как их научили, именно для того, чтобы поддержать хорошие отношения, а не позаботиться о своем самоуважении. И, наконец, в межличностной коммуникации есть пять процедур. Что должен уметь делать человек? Базовые эти самые процедуры. Первое. Он должен уметь просить. То есть если ему что-то надо, он должен уметь попросить. Второе. Отказывать. Сейчас все такие, ой, я, наверное, пограничник. Я вам в конце скажу, не бойтесь, вы не пограничники. Третье. Надо уметь правильно конфликтовать. Четвертое. Настаивать на своих правах так, чтобы с ними считались. Или отстаивать свои права. И пятое. Выражать свое мнение таким образом, чтобы к нему прислушивались. Просто дело в том, что пограничники – это те, у которых отсутствуют все навыки. Все. Но у невротиков тоже могут отсутствовать кое-какие-то навыки. Ну, например, раньше я не умела, вот лично я, я не умела, ну, мне было очень тяжело отказывать, я не умела правильно конфликтовать, я не умела правильно выражать недовольство. Ну, кто-то из вас не умеет, там, что-то другое наверняка делает. Надо всему этому научиться по-хорошему. Это очень повышает качество жизни. Просить, отказывать, правильно конфликтовать, настаивать на своих правах и выражать свое мнение. Пограничники не умеют этого делать. И из-за этого получается такая ситуация, что либо их отношения становятся очень хаотичными, конфликтными, совершенно невыносимыми и полностью лишенными какого-либо взаимопонимания, либо это приводит к тому, что они преждевременно разрывают отношения. А плюс к этому, еще из-за того, что они не владеют навыком эмоциональной саморегуляции, они постоянно очень сильно страдают от очень болезненных для них переживаний гнева, печали и страха, с которыми они не могут справиться, они никого не могут попросить о помощи, они не могут выразить свои эмоции. И плюс к этому у них еще нет третьего базового навыка – это способность справляться со стрессами. То есть это способность терпеть сильные эмоции и переносить стрессовые жизненные ситуации. Что такое стрессовые ситуации? Все стрессовые ситуации. Болезнь – это стрессовая ситуация. Экзамен, выступление на публике, расставание, смена работы, кризис в стране экономический. Все это стрессы. Пограничники не умеют с ними справляться. А как надо справляться? Есть, опять же, четыре основные процедуры. Первое – это самоуспокоение. То есть это способность сказать себе, «Да ничего страшного, ты справишься». Или «Да не переживай, найдешь ты себе нового парня». Или «Блин, ну все равно я самая клевая, это просто он козел». Или «Я, конечно, понимаю, что я не в самой лучшей ситуации, но я делаю все, что могу. Может быть, в будущем у меня получится лучше». То есть это способность в какой-то момент сказать себе хорошие, теплые, добрые слова и снять уровень, уменьшить уровень страха или тревоги, какого-то переживания. Из-за чего этого навыка нет у пограничников? Потому что их родители, сами пограничники, подвергали их в детстве чрезмерным стрессом. То есть они могли их одних куда-то там отправить или одних оставить там на много часов. Или вот «Пьяная мама все время пьяная». То есть это невыносимые были стрессы для ребенка. Его психика не могла справиться с этими ситуациями. Из-за этого у них нехватка таких самоуспокаивающих, подбадривающих структур. А многие родители и даже зачастую сами становились источником стресса, например, избивая своего ребенка или подвергая его сексуальному насилию, допустим. Второе – это самоутешение. Самоутешение – это способность успокоить себя при помощи, как бы порадовав себя разными органами чувств. То есть это, например, сходить в лес на прогулку, вдохнуть аромат свежего воздуха. Или, как сказала Алена, любую ситуацию нужно пережить, если подобрать правильную музыку. То есть при… Вообще-то это Курт Кобейн сказал. При помощи органа слуха. То есть мы можем послушать какую-то приятную, успокаивающую музыку или шум дождя и ветра. При помощи органа зрения. То есть мы можем посмотреть какой-нибудь фильм или картины, какую-нибудь книжечку почитать. При помощи осязания. Мы можем сделать какую-нибудь зарядку, массаж, принять горячую ванну. При помощи обоняния, запах ароматного кофе, ароматический… Короче, вы поняли. Самоуспокоение при помощи органов чувств. Мы как бы снимаем это напряжение. Третий способ справляться со стрессом – это отвлечение. Это отвлечение при помощи какой-то деятельности, либо отвлечение при помощи сравнения себя с теми, кто находится в худшем положении. То есть, ну и что? Зато у меня есть крыша над головой, я не голодаю. И в конце концов, у меня вот есть там родственники хотя бы. А вот в Африке дети голодают. Или там где-нибудь идет война. Да, конечно. И для нас это все само собой разумеющееся, да? Но пограничники не могут, опять же, прибегать к этим навыкам, у них их просто нет. Поэтому для них каждая малейшая жизненная ситуация превращается в огромный стресс. Они не могут закончить учебу, они не могут пойти в какое-нибудь государственное учреждение, чтобы отнести какие-то там бумажки до того, чтобы решить какие-то повседневные задачи. И четвертый навык перенесения стресса – это поиск смысла. То есть, когда человек попадает в какую-то тяжелую ситуацию, он, например, говорит, я потом стану сильнее. Или я это делаю для того, чтобы. Пускай сейчас мне тяжело, но потом когда-нибудь, например. Пускай сейчас мне тяжело учиться, но зато потом, когда я стану хорошим психоаналитиком, я буду помогать людям. Сейчас мне больно, но потом меня это обогатит, когда я справлюсь. Вот. Вот таких структур пограничникам не хватает для психического здоровья. Причина задержки. Почему люди остаются пограничниками и задерживаются на этой стадии? Тут все очень просто. Просто их родители сами были пограничники, которые не обладали этими навыками, и они не смогли научить своего ребенка ими обладать. Правильно? Кто такие... Нет, оба. Да, если хоть один из родителей невротик, он будет невротик. Иногда бывают такие ситуации, когда оба родителя пограничники, а ребенок все равно невротик. Человечество постоянно развивается. И ребенок... Что? В бабушку. В бабушку, например. Что в бабушку? В ребенок пограничники, а ребенок пограничники. А, в бабушку. В бабушку. Нет, ну если родители пограничники, то бабушка там такой мокровый пограничник, что мама не горит. Нет. Ну, просто... А, ну, как получилось бабушку не пограничник, если родители пограничники? Да. Наша психика, она структурируется при помощи процессов идентификации. Правильно? Мы берем идентификации от родителей, потом воспитательницы с детского садика, в школе, у бабушек, дедушек, у родителей наших друзей. Поэтому невротик может продавиться в новое измерение, даже если его... Или как-то суммировать опыт, да, всего что-то где-то понахвататься, и достичь индивидуации. Для того, чтобы достичь индивидуации, нужно обладать не всеми навыками, а только кое-какими. Для того, чтобы почувствовать себя хотя бы в достаточной степени независимым, для того, чтобы взглянуть и на себя со стороны, и на другого человека со стороны. Причина задержки. Родители пограничников были глубокими или средними пограничниками. У них не было навыков базовых в психике. Они не смогли их дать своему ребенку, и вот у него их нет. Способ воспитания такого ребенка – это инвалидизация. Я уже говорила. Инвалидизация – это слово, противоположное слову валидизация. Что такое валидизация? Это когда мы делаем что-то валидным, да? То есть мы подтверждаем, мы способствуем тому, чтобы человек использовал свои природные ресурсы органичным образом. А инвалидизация – это когда мы берем и природное портим, и разрушаем, и ломаем это. Вот так родители воспитывают своих детей-пограничников. Зачем они это делают? Потому что они сами настолько беспомощные, они же пограничники, им нужен обязательно какой-то функциональный объект, который бы удовлетворял их эмоциональные потребности. И они хватают своего ребенка и делают его своей функцией. Поэтому пограничники строят, это я вам говорю с точки зрения системной семейной психотерапии, пограничники образуют дисфункциональные семейные системы. Что это значит? В функциональной семейной системе каждый из членов – мама, папа, дочка, сыночек – это отдельные индивиды, которые друг с другом взаимодействуют. У каждого из них есть свои навыки, и они взаимодействуют друг с другом как отдельные независимые индивиды. А пограничники, каждый из членов семьи представляет собой одну какую-то функцию, один какой-то навык, и они только все вместе могут образовать как бы жизнеспособный организм. Поэтому родители-пограничники вместо того, чтобы ребенка обучить каким-то навыкам, то есть научить его просить, отказывать, конфликтовать, испытывать, выражать эмоции и так далее, они вместо того, чтобы его научить этим навыкам, они их удовлетворяют. То есть, например, они не учат ребенка выражать эмоцию, они это вместо него делают, допустим, они снижают ему напряжение эмоциональное и так далее. И таким образом получается, что ребенку-пограничнику отводится в такой семье какая-то определенная функция, которую он выполняет. Ну, например, он объясняет родителям, ну, допустим, он обеспечивает коммуникацию с окружающим миром. Например, он лучше владеет навыками межличностной коммуникации. А мама, например, снижает напряжение эмоциональное. Ну, каким образом? Допустим, она готовит кушать, ну, а папа, допустим, зарабатывает деньги, а мама не умеет, допустим, готовить. Ну, так они все вместе образуют жизнеспособную систему. Вот. Что происходит с таким ребенком, когда он уходит из семьи? У него каких-то навыков не хватает, а какой-то, допустим, есть один навык, да? И он ищет и ждет других людей, хочет их найти, для того, чтобы они удовлетворили, заменяли, отличное слово, ему эти навыки, да? То есть, чтобы они его обеспечивали ими. То есть, какие будут ожидания, ожидания в отношениях? Чтобы ему снижали напряжение, чтобы его успокаивали, чтобы его поддерживали, чтобы делали так, чтобы ему было меньше больно, и чтобы хоть как-то помогали ему справиться с этим ужасным-ужасным стрессом. То есть, он будет искать удовлетворение тех потребностей, которым ему не научили самого удовлетворять. Какие у него будут нереализованные потребности? Как вы думаете? Это к вам вопрос. Нереализованные потребности. Да, перефразирую. Что должен сделать психоаналитик? Какие потребности ему реализовать, чтобы он подрос чуть-чуть? Умение заботиться о себе. Умение заботиться о себе. То есть, он должен обучить его всем этим навыкам. Правильно? То есть, пограничнику не поможет, если его будут удовлетворять. И ему не поможет, если ему просто откажут в удовлетворении всех этих потребностей. Надо, чтобы их и не удовлетворяли, а научили самого просить, отказывать, конфликтовать, понимать свои эмоции, описывать их, выражать и переносить стресс. Вот что должны были сделать родители, но они не сделали. И это должен сделать будет психоаналитик. Он должен будет научить его, обучить этим базовым навыкам психики. Про прошлое не надо с пограничниками разговаривать. У них куча проблем в настоящем. Поэтому не надо им давать интерпретации переноса. Или не надо говорить, вы сейчас такое-то, потому что ваша мама в детстве такая-то. У него от этого навыки эти сами не отрастут. Надо просто научить его этим навыкам. Все. Именно это повысит его качество жизни просто до небес. И, наконец, какие у него представления о себе, у пограничника? Как вы думаете? Смутные. Смутные. Да. 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 Неинтегрированный образ себя. Неинтегрированный. Именно из-за того, что у них нет тех базовых навыков, при помощи которых он может на себя взглянуть. Да. Ему вообще как бы не до этого. Его базовые потребности для выживания не удовлетворены. Поэтому он себя воспринимает примерно как человек без ног, без рук, который лежит посреди проезжей части, под дождем. И у него сочатся и кровоточат вот эти места ран. И ему надо добраться до дома. Каким-то образом. То есть, что он будет про себя думать? Боль, паника и страх. Ужас. Надо выживать. Чего-то не хватает. Я чувствую, что я живу, но все плохо. То есть, никакая индивидуальность. Ну, то есть, мы, глядя на него со стороны, мы в нем видим индивидуальность. Мы его можем прекрасно описать, какой у него характер и предпочтения и так далее. Но он сам этого в себе не видит. Не видит. Он этого не замечает. Ему не до этого. Ему постоянно страшно, жутко, ужасно, плохо. И он очень сильно хочет, чтобы ему кто-нибудь помог. Он будет вызывать чувство обеспокоенности. И, ну вот, представили, да, что мы так лежим, и нам надо, как бы, хотя бы в безопасное место куда-то попасть. Ну, такой человек будет хвататься за любого, правильно? Мы не будем там выбирать, а, вот он слушал такую же музыку, как я в молодости. Надо с ним познакомиться поближе. Нет, мы будем хвататься за любого, да, за любого. То есть, пограничник не видит вообще индивидуальности в партнере. Да ему пофиг на эту индивидуальность. Ему надо, чтобы его спасли. Ему сделали полегче, чуть-чуть. Ему просто помогли ему снизить напряжение. Но, если, например, ваш партнер пограничник, вы его очень сильно любите, вы думаете, что он вас тоже любит. Но вы не обольщаетесь, да? То есть, вы-то будете думать то, что он вас любит. Он физически абсолютно взрослый, нормальный, обычный, как бы, человек, да? Он говорит русским или украинским языком по-нормальному, обычные такие человеческие слова, прям такие же, которые невротики говорят. Но при этом он будет все-таки стараться использовать своего партнера. Но если вы думаете, что вы его спасаете, помогаете, ему после этого легче становится? Нет, ему легче не становится. Ему все равно точно так же плохо. Ему только на секунду помогает ваша любовь и помощь, и поддержка. То есть, это как такая бездонная яма. Сколько вы туда не закидываете удовлетворение этих потребностей, сколько вы не заменяете собой этих навыков, пока у него ручки, ножки не отрастут. То есть, пока у него у самого этих навыков не появятся, он счастливее не станет ни на йоту. Он все время точно так же и продолжит очень болезненно и мучительно продать. Поэтому, если вы, допустим, становитесь психоаналитиком такого человека, пограничника, не надо ему обеспечивать поддерживающую психотерапию. Ему это не поможет. Отказ от удовлетворения сам по себе ему тоже не поможет. Ему поможет при помощи эмпатии научить его всем этим базовым навыкам, которые я перечисляла на третьей лекции, наверное, я буду рассказывать, как это делать. Это делается при помощи такой процедуры, которая называется эмпатическое описание. Это было про пограничников. Вы теперь поняли, кто это такие? Мне кажется, да. Кто такие невротики? Кто такие невротики? Это люди, у которых психическая структура, то есть представление о себе и об объекте задержались на стадии подросткового кризиса и на эдипальной стадии. Давайте вспомним, какие есть цели и задачи у родителей на этой стадии. Что родители должны сделать такого детям, чтобы они ее успешно прошли? Эту стадию развития. Доксировать к групповой ситуации. Дать полуролевые идентификации. А? Дать полуролевые идентификации. Полуролевые и всякие разные другие. Да, то есть они выступают как образцы для подражания, как матрица, с которой ребенок берет идентификации, строй представления о себе. А вы сказали? Тоже идентификация. Идентификация. А еще что? Закон. Закон. Уголовный кодекс? Закон без родителей. А? А что? Отцовский закон. Ну, отцовский закон. Ограничение. То есть какое поведение приемлемое, какое поведение неприемлемое. Что можно, что нельзя. Да, согласна. Самооценка. Слышали? Да. Формирование самооценки, формирование идентичности, регуляция поведения, да, то есть построение характера. Плюс мы постоянно ребенку на этой стадии оцениваем, да, оцениваем, что хорошо, что плохо, что можно, что нельзя. Какой он сам, какие люди вокруг, весь мир вокруг, почему солнце желтое, а трава зеленая, а небо синее, да, то есть это период почему-то. То есть мы строим здесь всю совокупность базовых, по сути, представлений о себе, об окружающем мире, идентичность. Также помогаем ему более четко понять свою роль, место в семье, в семейной иерархии. И готовим его, на самом деле, к какой-то социальной адаптации, то есть мы готовим его уже к латентному периоду. Давайте разберем поподробнее эти подпункты. На этой стадии, во-первых, родители должны быть эмпатичны, правильно? А что такое эмпатичны? Чувствовать так же. Понимать, что он чувствует. Да, то есть они должны относиться к ребенку с заинтересованностью, пытаясь понять, что он думает, как он себя чувствует, какое у него настроение, чем он интересуется. Это и есть эмпатия. То есть попытка его понять, что для него сейчас актуально. Многие родители оказываются недостаточно эмпатичны. Почему? Ну, потому что, например, у ребенка в первую очередь присутствует от рождения какой-то темперамент, свой характер. Он определен генетически. Например, есть экстраверты, интроверты, есть более физически развитые, дети склонны к более какой-то уединенной интеллектуальной деятельности, есть творчески развитые, есть музыкальные, которые любят рисовать, и тому подобное. Но у родителей, у некоторых, есть свои представления о том, каким должен быть их ребенок. Например, он должен быть умным, красивым, знать английский язык, учиться на пятерке и так далее и тому подобное. И из-за этого родители могут не помогать, а смысл эмпатии в том, чтобы помочь такому ребенку осознать, нащупать свои собственные потребности, вкусы, желания, взрастить их и реализоваться за их счет. Но родители могут нарушать этот процесс, делая из ребенка какой-то образ, который есть у них в голове. И есть две формы неэмпатичности. Первая – это контроль, а вторая – это пренебрежение. Контроль – это когда мы более активно навязываем ребенку какую-то определенную линию поведения. Например, ты должен ходить на танцы, если он не хочет, ты должен учиться на пятерке, обязательно. Если ты не будешь учиться на пятерке, то ты человеком не станешь и вообще будешь тупой. Ты должен любить бабушек и дедушек, ты должен хотеть, ты должен всегда быть веселым и никогда не должен быть грустным. А пренебрежение – это наоборот, когда родители не интересуются ребенком, из-за этого они вообще не обращают внимания на его какие-то природные таланты и склонности, которых у него, например, может быть очень много. Из-за этого он, вырастая, становится неуверенным в себе. То есть он не понимает, за счет чего он вообще интересный, чем он отличается от других людей в лучшую сторону. Что в нем такого необычного, такого красивого, какого-то такого умного. Он не понимает, а из-за этого он не может свои, а он, например, красивый и умный, но он не может свои таланты свободно реализовывать из-за этой неуверенности. Второе, значит, что у нас делают родители, они оценивают нам постоянно все. И Техки для этого даже придумал такое понятие, как оценочно-селективные идентификации. Но это не обязательно запоминать. Родители постоянно оценивают нам нас, формируя наше представление о себе. Ты красивая, ты подвижная, ты веселая, ты умная, ты любознательная, ты большеглазая, ты еще какая-нибудь. И вот все то, что мы про себя думаем, вот все-все-все при все-пре все, поверьте, это то, что нам когда-то про нас сказали. Вся совокупность как бы внушений заложили в голову, описали. Это называется еще отзеркаливание, отзеркаливание. То есть нам что про нас сказали, мы то про себя и думаем. Вот отвечаю, так и есть, я проверяла много раз на практике. Ну и соответственно, еще родители нам оценивают все вокруг, что хорошо и что плохо по жизни. Но для того, чтобы адекватно... Какие есть формы оценки? Похвала и критика. То есть негативные и позитивные оценки. Очень часто, когда родители нас воспитывают или что-то... Я говорю про нас, имея в виду, что мы невротики, которые лечимся и развиваемся, и хотим стать психически здоровыми взрослыми людьми. А наши родители – это те, которые подвергают нас домашнему насилию. Ну я думаю, что для вас это уже самоочевидно. Что если вы ходите на психоанализ, учитесь в этом институции, то есть что-то такое, чего вам немножко, может быть, чуть-чуть совсем не хватает. Из-за чего такое происходит? Родители в нашем поколении, наши родители, были очень-очень не стрессоустойчивыми, не приспособленными сами к жизни людьми. У них была слабая способность терпеть свои собственные мотивы. В первую очередь, недовольство. Когда они нас воспитывали, у них очень быстро лопалось терпение, и в результате они давали нам больше негативных оценок и критики, чем позитивных оценок и похвалы. Согласны? И похвала, она, по-моему, а, ну еще инклюз не умели выражать, просто удовольствие не умели выражать, не умели хвалить, не умели радоваться жизни сами. Обстоятельства, наверное, не позволяли. Вот, и из-за этого получается, что у большинства невротиков негативные оценки и критика преобладают над той похвалой и позитивными оценками, которые они слышали от своих родителей. И все это построило их представление о себе. Последствия негативных оценок и критики – это такие представления, как, ну, например, «Господи, какой у тебя характер ужасный, кто ж тебя замуж возьмет?» Или там «Ты такая эгоистка!» Или «Да хватит уже орать! Ты смотри, какая пошла вся в папу-то, а!» Ну, я не знаю, там, «Не будешь, опять же, там, не будешь убираться, ты засранка, тебя замуж никто не возьмет». Ну, я не знаю, там куча примеров, да, вот такие негативные какие-то. Или, например, там ребенок идет, несет там стакан с водой и его пролил. «Господи, какой ты неукрюжий, неповоротливый, одни от тебя вечно проблемы!» Или там «Сносил какие-нибудь там кроссовки, там, «О, зачем он тебя вообще родили?» Ну, в общем, мы поняли. Негативные оценки и критика, а ребенок это все впит. То есть родитель-то просто хотел недовольство выразить в воздух, а получается создал ребенку негативное представление о себе. А он потом… Да, типа «я означающие». И, соответственно, они могут критиковать и какое-то поведение ребенка, которое им не нравится, но, допустим, для ребенка оно является адаптивным и необходимым. Например, они могут негативно оценивать проявление недовольства или они могут негативно оценивать, когда ребенку скучно или грустно. Например, «Ну, что тут такая вещь на раскиши?» или там «Мужчинам нельзя плакать» или выражать там «Ну да, нельзя плакать». Вот, это что-то как баба. Вот, это тоже оценка, да? То есть они негативно оценивают испытывание гнева, страха или «Ха-ха, что боишься?» Ну, засмеяли. И в результате этого, когда человек ведет себя каким-то образом, как он хочет, как является нормально или естественно, он, допустим, может продолжать себя так вести, но он будет уже испытывать чувство вины за это, стыд за это или страх за это. Например, что его потом опять поругают или высмеют, или скажут, что он очень плохой из-за этого. Третье. Родители формируют наше поведение. То есть они какое-то поведение подкрепляют, то, которое им удобно. То есть, чтобы ребенок был послушным, да, например. И, соответственно, они могут гасить или негативно подкреплять то поведение, которое им не нравится. Родители должны поощрять проявление независимости, самостоятельности, активности, жизнелюбия и прислушивания к своим потребностям. Но из-за того, что у родителей есть очень много своих нереализованных потребностей, инфантильных, эмоциональных, они, скорее, будут подкреплять то поведение, которое им более выгодно. Например, они будут подкреплять, когда ребенок их жалеет, слушает, подбадривает и утешает, чтобы мамочку радовал. Или они будут подкреплять проявление благодарности к родителю за то, что он им жизнь дал. То есть, они будут подкреплять несамостоятельность. То, чтобы ребенок продолжал к родителю прислушиваться как к авторитету, они будут негативно оценивать проявление недовольства. Подростковый бунт они будут негативно оценивать. Ты смотри-ка, у тебя еще молоко на губах не обсохло, а ты уже мне тут правила свои диктуешь. Уже смотри-ка, вон-ка что, Илюську-то вон себе нашел. Ты что, на проститутке жениться хочешь? Вон на Машке женись, я тебе сказала. И он женится на Машке. А потом думает, блин, что я такой несчастный-то по жизни. То есть, родители будут более авторитарно и назидательно подкреплять то поведение, которое им выгодно, а не их ребенку. А цель воспитания какая? Да вот, цель воспитания это то же самое, что цель психоанализа. Сделать человека психически зрелым, взрослым и здоровым. А родители будут лучше невротичкой себе поближе к сердечку это пригреть, лишь бы он сволочь такая не ушел и счастлив не был. Ну это я вам по-простому объясняю, но так и есть. И четвертое, родители являются для нас образцами для подражания. Вот здесь в три года ребенок очень сильно идеализирует родителей. Он для них самый лучший, самый красивый, самый сильный, самый умный, самый хороший. Потому что ему еще сравнить не с чем. А потом, после латентного периода, когда он в школу походит, посмотрит, какие у других людей родители, потренирует те навыки, которые у него достались от родителей, и сравнит, какое место он занимает в иерархии. Мы поймем, насколько выгодны, какие у них сильные стороны объективно, какие слабые. Я не говорю, что родители приносят только вред. Конечно, они могут подкрепить и то поведение, которое нам полезно. И похвалить они нас могут. У невротиков есть и позитивные представления о себе. И после латентного возраста подросток уже имеет возможность отказаться от этих идеалов. Наши родители не могли быть идеальными образцами для подражания, потому что у очень многих из них достаточно проблемные, сложные взаимоотношения со своим собственным телом, со своим здоровьем, с заботой о своем здоровье, с питанием. Кто-то не умеет зарабатывать деньги и работать. Они все раньше на государственных службах в Советском Союзе работали, а потом он распался. И не научили каким-то таким индивидуалистским капиталистическим приемчикам, допустим. Многие родители не умеют быть счастливыми, строить счастливые отношения с противоположным полом. Они не умеют сами, и нас не смогли это не научить тоже. У кого-то проблемные отношения с сексом, например. И поэтому что нужно сделать такому ребенку, которому чего-то не додали, и родители образцы для подражания не были полностью такими уж совершенными? Ему просто нужно в подростковом возрасте найти себе новые образцы для подражания, которые будут новыми объектами для идентификации, и с них взять интересующие необходимые черты. Правильно? Это может быть тренер в спортзале, учитель по музыке и так далее и тому подобное. То есть это крестная подружка мамы. То есть это какие-то новые люди, новые персоны, индивидуальные черты которых мы идеализируем, и с ними идентифицируемся. Они становятся нашими собственными. Но для этого нужно, чтобы родители перестали быть нашими образцами для подражания. Что нужно для того, чтобы ребенок мог пережить, уже подросток, мог пережить подростковый кризис? Он должен, во-первых, испытать гнев на родителей за то, что они ему сделали не так, как ему надо было. После этого он должен пережить депрессию. То есть он должен лишиться иллюзий, утратить иллюзии по поводу того, что его родители были хорошими, что они его любили. А он же верил в то, что они его любили. Они ему сами про это говорили. И он должен сам их разлюбить. Он должен с ними расстаться. И для этого он должен пережить депрессию. Но некоторые подростки, они не могут пережить депрессию. Из-за чего? Ну, потому что, во-первых, они ее оценивают как какое-то негативное, страшное явление. И они боятся, что у них, может быть, не хватит сил на то, чтобы это сделать. И они боятся остаться в одиночестве после этого. Во-вторых, сами родители активно этому препятствуют. Потому что они еще продолжают считать себя авторитетами из-за того, что у них больше житейского опыта. А у подростков мало житейского опыта. Но только он один сам знает, что ему надо и как правильно. Потому что только он может прислушаться к своим собственным потребностям. А родители ему говорят, нет, не иди на психолога, иди на экономиста. Или, что ты художником не заработаешь-то ни копейки, иди на бухгалтера. Или они говорят, Ваня наркоман, давай с Лешей встречайся, вот он из хорошей семьи. Ну и так далее. То есть они или говорят, часики-то тикают, когда будешь детей рожать. То есть родители продолжают контролировать ребенка. И продолжают активно влиять на его жизнь. Они не хотят, чтобы ребенок уходил. Потому что они хотят, чтобы он продолжал им помогать, поддерживать их. Свою благодарность проявлять в каких-то поступках. И именно из-за этого родители не отпускают своего ребенка. А что они должны были бы сделать? Правильно сказать. Ну все, тебе уже 18 лет. Воспитание уже закончилось. Надо было раньше думать. А теперь я тебе мешать не буду. Чем смогу? Помогу. Обращайся. Я смирюсь уж и буду вот со своим мужем или женой дальше век свой доживать. Ну многие родители, кстати, так и делают. Они не претендуют на самостоятельность или жизнь своего ребенка. Но не все это делают. И получается, что невротик – это тот человек, который продолжает использовать как образцы для подражания своих родителей. и не может реализовывать свои личные нормы, ценности и идеалы из-за того, что остается приверженцем родительских установок. Повторите. Невротик – это тот, кто продолжает использовать как образцы для подражания родительские фигуры. То есть он у мамы спрашивает, а у папы, что ему делать? Какую одежду ему купить? Что ему покушать и приготовить правильно? Как котлеты жарить? Как сексом заниматься? Ну я не знаю, кто что спрашивает. Советы, в общем, спрашивают. И не могут реализовывать свои собственные личные нормы, ценности и идеалы. Из-за родительских установок. Ну, либо они реализуют все-таки свои личные нормы, ценности и идеалы, но испытывают при этом постоянные сомнения в себе, страхи, чувства вины. Такие более смелые. Они все равно делают по-своему, но боятся и испытывают чувства вины. И еще то, что мешает подросткам найти себе, уйти от родителей и найти новые образцы для подражания, и построить новые отношения, это знаете что? Трансферентные ожидания. То есть ожидания, обусловленные их прошлым опытом. То есть они боятся, что в новых отношениях их точно так же будут стыдить, наказывать, унижать, как это делали родители. И поэтому они в новых отношениях боятся свободно раскрываться. Вот. Давайте посмотрим, какая причина задержки на этих стадиях. Я просто сейчас систематизирую все то, что мы уже проговорили. Причина задержки на этих стадиях – это неправильное поведение родителей. Говорю открытым текстом. Ну потому что это так и есть. Не инфантильная сексуальность. И не интроект супер-эго в виде чувства вины. Не вытесненные в бессознательные и депальные интроекты. А неправильное поведение родителей. То есть какое? Первое – пренебрежение. Если родители относились к ребенку с пренебрежением, что у него будет? Неуверенность в себе, заниженная самооценка, непонимание своих сильных сторон личности. Незнание того, что он умный, красивый, интересный, необычный. И стыд в отношениях. Второе – контроль. Что формирует контроль? Несамостоятельность, страх, желание постоянно прислушиваться к какому-то авторитету. Да. Тревога. Незнание, что и как делать. А еще перфекционизм. Третье – критика. Критика. И негативные оценки. Критика со стороны. Знаете, есть такие коротенькие ролики в Фейсбуке. Типа, если ваш ребенок вам врет, это с такими картинками. Это значит, что вы его слишком строго ругали. Ну вот, то же самое, только другими словами. Критика и негативные оценки. Какие формируют последствия для невротика? Заниженная самооценка. И плохие представления о себе. Я жирная. Я тупая. Я некрасивая. Меня никто не полюбит. У меня жопа толстая. Целлюлитная. Я не про себя сейчас говорю. Я тупой. Я не мужественный. Я никчемный. Я не смогу заработать денег. Я ничего из себя не представляю. У меня молоко на губах не обсохло. Я не умею включать мозги. То есть, заниженную самооценку формируют. Так, что еще? Наказание. Наказание. Чрезмерно строгие наказания. Какие последствия будут иметь? Агрессия. Агрессия? Страх. 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 Нерешительность. Нерешительность. Ну, в принципе, да. Нерешительность. Страх перед людьми. Такое униженное состояние пресмыкающегося. Чувство вины. Наказание формирует чувство вины. Потому что как бы разнаказанное значение. Да. Да. Все эти формы способствуют появлению таких чувств, как чувство вины, страх, стыд, раздражение и гнев по отношению к родителям. Или по отношению к самому себе. И жалость еще к родителям. Ну, это... Ну, это... Созависимое. 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 Да. Ну, в любом случае, когда человек будет подстраиваться в новую... Да. Потому что сам считает себя никчемным и заслуживающим таким наказанием. Да. А, это вы именно про наказание говорите. Оу. Про неправильное поведение родителей. То, что мы перечислили. Угу. Да. Но, вообще, я под наказанием больше подразумеваю физическое насилие. А типичное последствие физического насилия – это страх. То есть боязливость. Да. Это когда мы постоянно нервничаем и боимся, что нас накажут. Ну, все очень просто, на самом деле. Вот. И получается, что это мы перечислили причину задержки. Да? Причину. То есть, если у вас спросят, какая причина неврозов, вы можете вот это… А что два? Это доказано уже. Ну, смотри, давайте, если хотите, ради бога, мне вообще не тяжело. Соотнесем это с теорией Фрейда. Что говорил Фрейд? Что, значит, есть я, да? Как бы сверх я супер эго. Или Фрейд не говорит про супер эго. И ид. Значит, перевожу на свой язык. У каждого человека есть свои собственные потребности и желания природные. Переводим на язык Фрейда – влечение. Он хочет их реализовывать, но ему мешают вытесненные в бессознательные, то есть, перевожу на свой язык, неосознаваемые. То есть, вот человек, невротик, он не понимает, что это из-за родителей. Потому что это у него в опыт впиталось, это его единственный опыт. Он думает, что это норма, так и надо, так и должно быть. Поэтому он этого не осознает. Это не было вытеснено именно неосознанно. Да. Это взгляду со стороны и проверки не подвергалось. Если это не было вытеснено, это просто не было никогда осознанно. То есть, он говорил, что вытесненные в бессознательное родительские запреты. Что такое родительские запреты? Ну, это вот эти вот самые неэмпатичность, пренебрежение, контроль. Это же запреты. Запреты на свободное самовыражение. Но только Фрейд говорит, что причина всего этого – это сексуальные только побуждения ребенка. любовь к родителю противоположного пола и чувство вины и страх, он говорил, что возникает из-за родителя своего пола. А на самом деле тут родители могут быть любых полов, потому что и мама, и папа могут и оскорблять, и стыдить, и унижать, и все остальное делать. То есть, родительские запреты – это пренебрежение, контроль, то, что мы перечислили. И получается, что для того, чтобы невротику как бы вылечиться, ему надо все это осознать. Ну, это, да, так и есть. Ему надо весь опыт. То есть, родители своей неэмпатичностью ребенку наносят психологические травмы. И он их должен проработать. То есть, никакого противоречия или конфликта я не вижу. Я не говорю, что… Ну, конфиджер-хейдос по всеми тем жанрам, которые об этом говорили, что это сексуальное лечение. Он на этом ставит. Да, он на этом ставит. Ну, вообще, если так говорить, наверное, это просто природное лечение. Вот, потому что… Правильно, да, вот, имея в вид, что то, что сексуальное можно природным назвать. Например, когда его там… Ну, он же сам говорит, ну, что там, грунт-сайсу, да, это лучше сексуальное на собаках. Это же не говорится о сексе, как о сексе. Да, и его природная конкретная. Поэтому, наверное, здесь можно поставить равномерно между сексуальными и природными, да? Ну, да, и, кстати, по поводу культуры, да, то есть, что это противоречие между природными и культурными запретами. Получается, что раньше, наверное, можно было как-то меньше самовыражаться в социуме, а сейчас можно… Искусственная депутация на данный момент – природная социальность. Искусственная? Да. Ну, в принципе, да. Вот. Ну, поэтому, в принципе, если немножко другими словами… Это не противоречит Фрейду, это, скорее, его дополняет. Вот. Давайте рассмотрим, какие, получается, у невротика есть представления о себе. У него есть очень много представлений о себе. Он сам себя считает индивидуальностью. Он видит себя индивидуальностью. И что-то ему в себе нравится, что-то он хочет изменить. Но в любом случае он может себя очень подробно описать. Он может сказать, кто он, какой он, что он любит, что он не любит, какие у него вкусы, предпочтения и так далее и тому подобное. Правильно? То есть он – индивидуальность. Он воспринимает себя как индивидуальность, и он воспринимает других людей тоже как индивидуальность. А я на прошлом кружке по домашнему насилию рисовала такую… Кружочек. У меня есть стрелочки и кружочки. Кружочек. Что у невротиков есть какие представления о себе? Хорошие, которые помогают ему жить, и как бы плохие, которые мешают ему жить, которые сформировались в результате домашнего насилия. Вот то, что он думает о себе. И плюс у невротика еще будет идеальный образ себя. То есть это то, каким он хочет быть. Это то, каким он будет по окончанию психоанализа. Это то, каким он был бы, если бы его не подвергали домашнему насилию в идеальных обстоятельствах. То есть это вот если бы он вот таким был. То есть невротик будет стремиться, и он будет постоянно что-то искать, для того, чтобы убрать плохие представления о себе, как-то переделать их на хорошие. Например, если человек думает, что он жирный, он бы просто стремится похудеть, вместо того, чтобы понять, что это из-за того, что его родители называли жирным, и тогда он успокоится. То есть надо представления о себе убирать, негативные. Но, тем не менее, у него есть и позитивные представления о себе. И он, в принципе, невротик. Он способен и к эмпатии, и к интроспекции. И поэтому других людей он тоже воспринимает как индивидов. Он видит в них их личные эмоции, чувства, потребности, побуждения, взгляды. И невротик способен сам к построению новых отношений, альтернативных. Не только таких, как с родителями. – это перенос. Поэтому не все, что будет в кабинете – это перенос. Он может воспринимать людей реалистично. И видеть их такими, какие они есть на самом деле. Но в новые такие отношения все равно волей-неволей будут примешиваться ожидания. Ожидание – это то, как родители себя с ним вели. То есть ожидания невротика чуть больше, чем полностью повторяют то самое неправильное поведение родителей. То есть какие могут быть трансферентные ожидания? Страх, что меня будут оскорблять. Что меня поругают. Я сейчас опоздаю на сеанс, а меня поругают. Или какие ожидания? Что я же сам не знаю, чего мне надо. А вот есть такой умный авторитет. Пускай он мне подскажет. Я пойду сейчас и спрошу, а он мне подскажет. Вот такое ожидание. Либо может быть ожидание, что бросит. Я не буду самым любимым клиентом. Он меня никогда не полюбит. Кого-то другого больше полюбит. Такое тоже ожидание. Что меня не будут любить, что меня не бросят. Что меня не будут ценить. Что я сам чего-то не могу, он мне подскажет. То есть ожидания повторяют неправильный способ обращения родителя с ребенком. Какие есть нереализованные потребности у невротиков? Как вы думаете? А? Да. Да. То есть еще раз повторю, что нереализованные потребности это то, что родители должны были сделать вот тут и вот тут, но не сделали. Не смогли. Психоаналитик должен будет это сделать. То есть нереализованные потребности заключается в том, чтобы кто-то такому человеку помог нащупать его собственные природные потребности, помог ему осознать свои взгляды, вкусы, желания и помог их свободно реализовывать. То есть безопасная привязанность, сколько безопасная привязанность в отношениях? Ну, наверное. Я не знаю, я не специалист по безопасной привязанности. Ну, в смысле я в такой лексике я не учила. Ну, наверное, да. Вот тут вот, да, безопасная привязанность? Всегда. С ранних стадий до выхода из подросткового периода просто значимость ослабевает по мере созревания психики. Угу. Да, я поняла. То есть родительское комбинирование, также передача опыта, передача безопасных навыков. То есть те взаимоотношения между ребенком и родителем в этой паре значимый ребенок. Основной интерес этой пары взаимодействия – это развитие психики ребенка. Угу. Ну, да. Но в том случае, если уже к нам приходит хронологически взрослый человек, да, мы еще и плюс к этому уважаем его взрослый статус, но он все равно продолжает быть сомневающимся в себе, нерешительным, неуверенным. И он как будто все время ждет ответа у психоаналитиков, чтобы он ему как-то подсказал. Но психоаналитики, которые работают в классической концептуализации, все правила построены таким образом, чтобы поддерживать несамостоятельность клиента. Есть очень много жестких правил. Мне нельзя заходить со стаканчиком воды на себя. Знаете, как все шугаются, когда они приходят ко мне на психоаналитику? «Можно уйти сегодня с водичкой? Я на пять минут опоздал, деньги забыл!» Ну все, то есть уже сейчас все плохо будет. Вот. То есть жесткие правила психоаналитические, они поддерживают несамостоятельность, нерешительность и неуверенность в себе. А психоаналитик предстает как абсолютный авторитет. Да. Но смысл-то в том, чтобы и психоаналитика потом, клиент перестал идеализировать, просто пошел своей жизнью жить. Вот. Но, кстати, многие... А, это уже на второй лекции буду рассказывать. Многие психоаналитики боятся прекращения идеализации, начинают сразу кипишевать и не отпускают от себя клиентов. Вот. Что? Повторяют родители. И этим самым они повторяют эту неудачу, подтверждая ожидания клиента в отношениях, а не реализовывая его потребности. Да. То есть нереализованные потребности – это чтобы ему содействовали его самостоятельности, независимости и сказали ему, ну ты сам все знаешь, ну прислушайся к себе, сделай так, как ты хочешь. Ну, конечно, это просто не единственная процедура, да, которая делается психоаналитиком. Если просто так сказать, конечно, у него ничего не получится. Вот. И еще у него есть одна такая потребность нереализованная, чтобы психоаналитик был новым образцом для подражания, который будет являться источником для новых идентификаций клиента. То есть научил бы его то, чему бы не научили родители. То есть кто не умеет работать – научить работать. Кто не умеет зарабатывать деньги – научить зарабатывать деньги. Это разное, кстати. Работать и зарабатывать деньги. Кто не умеет строить счастливые отношения с противоположным полом – научить. Кто не умеет кушать – научить. Кто не умеет заботиться о своем теле – научить. Но тут есть большой, большой, вот такой огромный жирный минус. Вы догадываетесь, да? Аналитик. Да. То есть психоаналитик должен сам быть психически здоровым и нормальным человеком, удовлетворенным собой, своими близкими отношениями и социально адаптированным. Не расстраивайтесь, не расстраивайтесь. Вы можете иметь своими сильными сторонами то, что у него являются слабыми. Ну, потому что, когда клиент, он идет к психоаналитику, он его идеализирует, и он себе выбирает именно того, чего у него нет, а у его аналитика есть. Вот. Поэтому, вот, ну, например, у меня аналитик была Караванова. Она сама вообще невротик. Но мне она помочь смогла. Потому что ее сильной стороной случайно, потому что у нее другой невроз, чем у меня был, она мне смогла помочь и очень хорошо выполнила свою именно эволюционную роль и задачу. Вот. Ну, поэтому, ладно. Скажем так, что не должны вы быть психически прям здоровыми людьми. Ну, должны хотя бы иметь возможность дать то, чего ему не хватает. Вот такая нереализованная еще потребность. Причину сказали. Ну, и каких структур не хватает? У него не хватает позитивных представлений о себе. У него не хватает вот этого механизма прислушиваться к своим потребностям и делать так, как он хочет. А остальные структуры, наоборот, только лишние присутствуют. Лишние. Чувство вины – это лишняя структура. Ее надо убирать. Негативные представления о себе – это лишняя структура. Их тоже надо убирать. Они убираются в результате проработки домашнего насилия. Это вы слышали год назад. То есть, путем проработки. Ну, и на третьей лекции мы тоже будем этого касаться. Вот видите, как сильно пограничники отличаются от невротиков. Абсолютно разные, как, не знаю, море и арбуз. Ну, то есть, просто из разных категорий совершенно, да? И лечить их тоже по-разному надо. У них разные ожидания, разные потребности, разные представления о себе, представления об объекте, разные причины неудач. Ну, вот хорошо умея разбираться во всем этом и зная это, вы можете делать правильные интервенции для пограничников, которые будут способствовать их росту, и для невротиков, которые будут способствовать их росту. Ну, и, значит, самое последнее, что я хочу сегодня сказать, это все-таки в чем цель, да, психоанализа такого. Цель психоанализа – это, со стороны психоаналитика, вступить во взаимоотношения с клиентом. В этих отношениях обнаружить причину его неудачи. Получается, да? Это как бы зверь с ногой в капкане. Он не может дальше пойти, пока он ногу из капкана не вынет. Найти эту причину надо, показать ее клиенту и устранить, то есть высвободить ногу из капкана. Но это с невротиками более актуально. Для пограничников это не так важно. То есть мы вот из этой точки человека должны вывести, как бы, ну, вот из этой, где он вот так вот задержался именно. Вот. И дальше что мы делаем? При помощи реализации его нереализованных потребностей, выступая в качестве нового эволюционного объекта, давая ему новый опыт, мы продолжаем задержанный путь его развития. То есть так, что его психика просто продолжает развиваться дальше. И в итоге клиент становится психически здоровым человеком. Не обязательно всех клиентов прям доводить до психического здоровья. некоторым достаточно просто запустить их эволюционный потенциал. Они уже дальше, после того, как он запустится, дальше пойдут и найдут себе в обычной жизни новые объекты для идентификации, новые образцы для подражания. При помощи просмотра роликов на ютубе, общения с подругами и друзьями. Просто им не будут мешать их трансферентные ожидания больше. И вообще, на самом деле, то же самое может произойти с человеком и в жизни. Он может найти в жизни себе таких людей, которые для него это сделают. Но, к сожалению, это не всем удается. Почему? Потому что во взаимоотношениях все люди испытывают отклики друг на друга, то есть эмоции разные испытывают. И вот некоторые люди просто попадают в, скажем так, введутся... Ну, в общем, я про отклики буду на следующей лекции. Это просто тяжело объяснить сейчас. Невротики и пограничники посылают определенные отклики, заставляя людей вести себя так, как они ожидают. Из-за этого люди... Что? Да, 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 да. То есть они вызывают в людях такие отклики, которые повторяют, да, которые только повторяют этот опыт и повторяют эту неудачу. Вот. Ну, типа того, да. Но психоаналитик, который правильно умеет использовать свои отклики, он может использовать в первую очередь это именно эмпатические описания для того, чтобы дополнять структуры своего клиента новыми идентификациями. То есть цель – это запустить эволюционный потенциал. И вот сейчас ровно пять часов, и я думаю, что на сегодня мы можем закончить. На следующей лекции она будет очень интересная. Вы такого нигде никогда не слышали и не услышите. Она будет именно про отклики, про то, как мы друг с другом взаимодействуем, какие эмоции мы испытываем, посылаем. И это будет как бы вторая часть. А на третьей я уже расскажу именно, что аналитик говорит и делает для того, чтобы вот это вот все заработало. И у нас будет конкурс. Пожалуйста. 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 Продолжение следует...